здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет поступил следующий вопрос периодически меня просит помолиться о ком-то из меня молитвенник так себе как быть кто из нас молитвенник не так себе кто из нас исполняет слова апостола павла непрестанно молитесь всем радуйтесь сюда благодарить как-то с молитвы у нас туго если молимся то быстро устаем концентрация внимания рассеивает все наши подруги нам даже когда по-человечески непонятно а че я должен молиться он праведники посмотрите батюшки смотрятся это что раз и господь не услышит пока ты крещеный православный христианин пока ты член церкви то господь тебя слышит надо сказать он и не крещенных слышит и не членов церкви вот но на нас лежит особая миссия не только дело что-то хорошее но и молиться о всех ну а всех тех кого ты как минимум знаешь о ком тебя просит помолиться и мне нравится греческая традиция согласно которой если просит помолиться и ты говоришь что-то о ком-то помолишься ты не просто сказал господи покой господи душу раба твоего или спаси и сохрани работаю зинаида например дороги земное благополучие исцеление ее болезни вот а делают поклончик земной всегда так чтобы тело тоже участвовало в молитве и я в принципе уже раскрыл он тайну о том как нам кратко молиться тех кому просто помолиться написали попросили помолиться ты где бы то ни находился или перекрестясь скажи господи помоги ей укрепи руку врача учешь человека если такая трагедия случилась дару царство небесное родственников чеш помоги им пережить эту трату то есть как своими словами помолись скажи богу то что ты думаешь на самом деле они ищи каких-то правильных формулировок как помолиться так чтобы господь услышал вот сердце услышит слышит что ты думаешь слышит слышит вот вот и молись все очень просто когда молиться не сильно хочется ну пойди в храм напиши записку а если человек крещеный падай на 40 уст на псалтирь на 40 дней на полгода на голод как там средства позволяют я хотя бы на одну литургию тоже неплохо свечечку поставь там просите помолиться с одного второго третьего приди храм свечечку поставь перед иконочкой спасителя господи вот просили меня помолиться уже не помню даже за кого имена господи ты сам веси вот утешит радующих молящим подашь исцеление помоги тем кто экзамены сдает с помощью ствует трудящимся утешь скорбящих и царство божие тем кто уже пересек границу земного бытия вот так просто помолись господь слышит эти молитвы даже не освещенные тысячелетним присутствием в православных молитвословах а можно пойти дальше если это человек которого ты знаешь который ты любишь и для тебя эта просьба вполне естественно ты сам хотел помолиться от их родных читать канона болящим допустим почитайте молитву лякафиста тому или иному святому кончатых под специализацией недели он так уж пошло что тот святой который помогал при жизни тем или иным способом ему мы молимся то чтобы он нам при жизни помог тем же самым способом святой лука операции дел делал вот мы ему молимся перед операциями или вообще когда болеешь вот помолитесь почитать канон или кайфист или хотя бы только молитва ему тоже будет замечательно или даже молебен в храм закажите если там служится молебен этому святому так что молитесь сами просите молиться священников давайте записки и так потихонечку доковыряем до царства божьего решая наши земные проблемы выздоравливаем сдавая экзамены приобретая покупая женясь родясь делая все том что является частью нашего земного бытия внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео